Дорог не подарок, дорого внимания. 8 марта эта фраза перестает быть актуальной. К такому выводу пришли аналитики одной из российских интернет-компаний после того, как подвели итоги социологического опроса. Ну цветы, наверное, точно, я думаю, это классический. И кольцо хочу. Хочется какой-нибудь бриллиант. Ну, не знаю, наверное, украшения какие-нибудь ювелирные. То, что муж утром подарит, то и понравится. В общем, всему рада буду. Главное, что не забыл и поздравил. Я хочу, чтобы мне подарили на вас мою мать за зайчиком. Хочу себе этот, как его, браслет Пандора. А что за браслет? А он такой красивенький. Ну, он мне муж подарит. Поэтому уже в курсе, да? Да, я ему уже сказала. А вот люберецкие мужчины с выбором подарка для женщин пока не торопятся. Считают, что времени еще предостаточно. При этом сумму, которую готовы потратить, уже отложили. 3000 рублей. А вы что ждете? Какой подарок? Ничего. То есть, можете 3000 не тратить? Да. 1000 5. Почему такую сумму? Ну, исходя из бюджета. Наверное, 1000 5, наверное. Ну, может, какой-то небольшой подарок, цветы там. Ну, на каждого человека. Как-то так. Тысячи полторы-две на самом деле. На самом деле, вообще, я же и денег не жалею на маму и вообще на девушек. То есть, ну, у меня такое отношение к девушкам. Это все-таки они святые, и нам надо к ним хорошо относиться. Для любимого я себя потратил. Всего. И готов еще тратить, и тратить, и тратить. Ну, в денежном эквиваленте, ну, я думаю, месячную зарплату можно. Каждая третья россиянка мечтает получить в подарок на 8 марта ювелирные украшения. На втором месте по популярности косметика и парфюмерия. Такой подарок мечтают получить 30% опрошенных женщин. А вот подаренные цветы, посуда и даже деньги не вызовут восторга у представительниц прекрасного пола.